В рамках 70-летия Семипалатинского зоотехнического ветеринарного института была организована традиционная выставка-ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Шакарим Агро-2022». В ней была представлена продукция Шимонайхинского, Бородулихинского, Зайсанского, Бескарагайского и других районов. Здесь представлены продукции наших работодателей и представителей сельхозтоваропроизводителей нашей области. Все эти представители находятся с нами на постоянном сотрудничестве. Мы для них готовим кадры. На ярмарке продается молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, мед. Данная ярмарка проводится традиционно в нашем университете каждую осень. Плоды, овощи и фруктов тоже от местных производителей. На ярмарке представлена продукция предпринимателей, которые участвуют на сегодняшнем мероприятии. Эта ярмарка традиционная, ее проводит университет Шакарима. На ярмарке реализуются сельхозтоваропроизводителями экологически чистые продукты по приемлемым ценам. Данную ярмарку посещают все жители города семей. На ярмарку Агротехнопарка мы привозим и предлагаем свою продукцию. Сейчас мы работаем с порядка 2000 сельхозтоваропроизводителями в Восточно-Казахстанской области и области Абай. Здесь только отечественная продукция, 100% натуральный продукт, никаких химических добавок. Хорошо помогает при увеличении суточной массы скота, увеличении жирности молока при откорме, увеличении яйценоскости птицы. Ученые научного центра Агротехнопарк тесно сотрудничают с нами и по данной добавке проводят научное сопровождение и научное исследование. Далее мероприятие продолжилось открытием научной микробиологической лаборатории имени профессора Виктора Федосеева в научном центре Агротехнопарк. По словам специалистов научного центра, в лаборатории можно провести полный цикл работ, связанных с получением препаратов, содержащих лакта и бифидобактерии, биологически активные добавки. В будущей Пресс-Союзе в 1980 году открыли L-формы микробактерий, то есть это измененные формы. В медицине они давно были изучены, а мы вот в 1980 году от моралов, от крупного рогатого скота, от свиней, от птиц выделили эти измененные формы микробактерий. И нами разработаны специфические мероприятия, рекомендации по диагностике этих L-форм микробактерий, измененных форм возбудителей туберкулеза. В завершении мероприятия ректор университета имени Шакарима и генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Аселяйдар Аслан Нерцбаев, Нурлану Розалин, телеканал «Семей». Продолжение следует...